когда я пришла первый раз в церковь я услышала слово хотя я была абсолютно неверующим человеком и церковь и я это были абсолютно несовместимые вещи и все люди которые знали меня если бы им сказали что богутская придет в церковь они бы сказали что не обольщайтесь она туда придет для того чтобы посмеяться для того чтобы поприкалываться и для того чтобы кого-то унизить потому что в ее понимании верующие это какие-то тупые ограниченные люди зомби вот таким человеком была я и вот однажды идя по улице я встречаю женщину с которой наши дети в одном классе учились и я не знаю почему но почему-то она мне пригласила в церковь и я с ней пришла и когда я услышала прославление и когда я начала слушать слова песни которые я слышала я услышала молитву положенную на музыку который как будто из глубины из глубины души звучало и у меня начали слеза за слезу отече я села я услышала обыкновенную проповедь о проклятии благословение почему у тебя что-то не получается в жизни почему ты так так ты такой хороший ты такой классный и ты столько хочешь в своей жизни достичь и ты стараешься и ты прилагаешь усилий но у тебя не получается почему я услышала полный расклад принцип проклятия даже если ты очень целеустремленный человек он действует и он будет рушить все твои планы вне зависимости тебя классный ты целеустремленный делаешь ты все что полагается делать по инструкции но если есть в жизни момент проклятия все будет рушится так оно и было здоровье рушилось отношения мои рушились в бизнесе происходили постоянно качели деньги уходили и так все по замкнутому кругу я с двумя бизнесами бомж у меня не было реально жилья я жила в примах у своей родной сестры и у которой шестеро детей но при этом я думала что я такая классная у меня два бизнеса но шо ж ты такая классная тебя два бизнеса но ты бомж бог все создал на этой земле и держит под своим контролем и весь духовный мир веришь ты в него или не веришь он действует по его руководству и если он покрыл тебя своей благодатью своей милостью то что раскачивается вокруг тебя и замыслы врага они тебя не касаются потому что ты под колпаком защиты и ограды божьей но если есть в твоей жизни проклятие вот этот вот дисбаланс он 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 рушит отношения он рушит бизнес он рушит он почему знаете вот были были такие понятия кому-то повезло кому-то не повезло нет такого понятия не существует в духовном мире есть принцип благословения есть принцип проклятия очень много людей они приходят в церковь но не у всех все получается очень часто люди они ходят по замкнутому кругу я приняла для себя вы знаете когда ты слишком амбициозный человек и мне какие-то садоводы будут учить понимаете да гордость она всегда будет говорить тебе на что они тебе могут рассказать что они себе могут показать что но когда я услышала слово божье я поняла что бог он из пока из из поколений в поколение оставил апостолов пророков пастырей учителей людей божьих которые двигаются не материальным миром но духовным и которые знают путь по которому нужно пройти и они уже вернулись оттуда куда только я направляюсь и если я такая классная почему же у я разбитого корыта и такая вся внутри разрушенная с депрессией с разочарованием четыре года сидеть на транквилизаторах это можно от транквилизаторов с ума сойти потому что такая депрессия была но я приняла решение слушать применять изучать я поверила слову божьему библия купила для того чтобы сверяться правильно говорят они правильно все говорят слава богу я поняла что есть вещи которые мне не хочется делать нам надо же ведь потому что бог сказал потому что если я буду слушать и тщательно исполнять все заповеди его второзаконие двадцать восьмая глава то придут на меня все благословения и перечисляется там твой бизнес и твой дом твои дети то лучше и я буду слушать и тщательно исполнять лучше я буду смиряться потому что бог смиренным дает благодать но прошло время вы знаете некоторые вещи они у меня стали замыливаться пришел момент когда я чуть не потеряла эту благодать и мы сегодня будем разбираться как не лишиться благодати божией евреям 12 глава 14 стих старайтесь иметь мир и святость без которой никто не увидит господа и опять же знаете наши амбиции они изнутри нас они говорят очень сильно когда кто-то не прав но бог говорит послушай если ты слышишь что человек тебя не понимает не нужно долбать доказывать я была человеком знаете я вроде бы как услышала какие-то вещи но внутренность моя она еще не была преображенной и мне так хотел бы я живет за правоту я однажды услышала проповедь пастора славика и из всей проповеди двухчасовой одна фраза она стала фундаментом моего моей моей измененной жизни кому нужна твоя правда если мир потерян если ты видишь что тебя не слышат отойди в сторону вы знаете в слове божьем я прочитала если ты глупца обличил он тебя не понимает он тебя не слышит если ты снова это делаешь ты сам становишься глупцом я увидела как часто я пыталась доказать человеку какую-то истину а он не слышал он деревянный по пояс вы знаете следующее местописание это к первому пункту иметь мир со всеми и когда ты понимаешь что что наша брань дальше до эфесянам 6 глава 12 стих наша брань не против крови и плоти но против духов начальств против властей против мироправителей тьмы века сего против духов злобы поднебесной и если человек одержимый бесполезно разговаривать с бесами его нужно сначала освободить зачем обижаться на больных на больных не обижаются если человека держим ему нужно помочь освободиться не он такой агрессивный не он это духе провоцирующие его на злобу на ненависть и да однажды был человек который который киллером нанимал на мою жизнь я могла его бояться последующие годы из-за чего четыре года потом на транквилизаторах да я могла хотя уже все вроде разрешилось но страх он остался но когда я пришла в церковь я поняла что нужно простить всех а как а бог говорит тебе если ты хочешь чтобы тебе прощены были грехи и проклятие в твоей жизни была разрушена тебе нужно прощать молиться за обижающих молиться за злословище за ненавидящих тебя и даже более добро делать этим людям я понимала что я я я хочу чтобы моя жизнь она вышла из-под проклятия я хочу чтобы в моей жизни бог за меня вступился если бог не будет вступаться мы точно также можем ходить по замкнутому кругу можно своими силами круглосуточно пахать пахать и пахать и ты будешь таким трудолюбивым человеком пахать и пахать пахать и пахать и потом ты думаешь боже мой да жизнь проходит мимо меня а если я в благословении божьем живу да бог благословляет дела рук моих да бокс поспешествует в делах рук мы и я уже все это делаю уже с весельем с радостью я везде праведник успеет везде и жизни проходит мимо тебя вы знаете мой муж первый до который разбился на машине такой трудяга был он пахал такой 90-е годы такой трудолюбивый так пахал так так пахал так пахал и все все могли бы завидовать и говорить в но мгновение его нет и с собой он не взял дом который за год до смерти переписал на маму шо его ребенок и жена на улице остались бомжами не деньги все деньги вложил как раз товар и все было потеряно не собирается никто возвращать или и ребенок и жена они остались без копейки денег и вот такой вот крутой 90-е годы бизнесмен двухэтажный дом и в одно мгновение бац и не успел пожить он пахал когда есть проклятие в жизни то можно много прилагать усилий но жизнь пройдет мимо тебя а ты так и не сможешь головы поднять формируя себя я услышала для себя что моя жизнь она может быть либо в руке божьей либо на свалке проклятие этого мира я со всеми буду вот так вот бежать куда-то гнить разочарованная больная приняв принципы божьи через полгода исцеления пришло и освобождение и через полгода и квартира появилась потому что блок он начал благословлять есть принципы царства божьего и верного в малом бог ставит на большим и если ты верен богу бог благословляет бог держит всю вселенную в руке своей и кому хочет тому и дает вы знаете мне такая работа очень переживательная ну очень переживательно особенно в наше время когда вода духовный мир он рассыпается когда авиарейс и они двигаются влево вправо ты работаешь в туризме и тебе нужно настолько контролировать каждый рейс чтобы кто-то кто-то будет вылетать через пять часов а у кого-то рейс перенесли 7 утра на 0015 и не дай бог ты пропустишь и ты все время знаете вот в каком режиме ты живешь ты ночью а улетели никто не звонил никто не писал ночью это все время заглядываешь вот в ситуация на этой неделе мужчина пришел бронировать свою дочку вместе с внучками на отдых они тоже беженцы из одессы в общем председатель одной организации и тут они их и рейс сдвигается с 12 10 на 19 40 соответственно у человека что поднимается ярость день потерян кто будет возмещать и вы знаете в одно мгновение в одну секунду а тебе просто вот робот выслал информацию все рейс перенесли из того никто не церемонится и ты понимаешь что ты должен предупредить человека и там поток такой информации да у вас будут такие проблемы все мы расторгаем договор человек там поток поток просто оскорбление поток ненависти поток злобы поток угроз вы знаете что приходит на на ум первое такое подкатывает по-человечески подкатывает страх но у тебя если у тебя внутри есть слово божье ты говоришь состязаться будут на суде и что дальше там написано ты обвинишь я очень спокойно ему говорила вы должны понять что это не от меня зависит я не могу вам частный борт заказать чтобы он вовремя вылетел есть вещи которые выше нас у тебя внутри мир тебя внутри покой и ты говоришь человеку вы знаете мир рассыпается но пускай это будет самое большое горе в нашей жизни что рейс перенесли наступает следующий день эти люди эти девочки его дочери они приходят за полчаса до выезда в аэропорт и говорят только не говорите ему они он нам запретил вообще не лететь куда-то он был хочет как бы очень разбираться да как бы что мы его не поддержали он уже и на нас расстроен мы только вот просто хотим еще вот получше отель вот если можно вот перебронируйте а это знаете как у тебя еще один средств и понимаешь что что это это очень тяжело впритык сделать за за час до вылета это очень тяжело сделать но когда ты духе божьем ты говоришь я все могу укрепляющий меня иисусе христе я сделаю больше чем можно для того чтобы иметь иметь мир со всеми знаете как это когда иисус говорит там тебя попросили что-то ты сделай больше эти люди они настолько благодарны получилось это получилось слава иисусу христу и они уже ехали в пути и у меня уже было подтверждение нового отеля у меня уже и когда они уже садились самолет у меня уже и ваучер я им скину и они счастливы и этот человек дедушка он мне вечером говорит ира спасибо вам большое простите меня за то что я вам столько всего наговорили что у нас по внутри поднимается тогда когда мы сталкиваемся с ситуациями тогда когда муж пришел не в духе домой или жена не огорчайся мы сражаемся не против крови и плоти напротив духов а духе они лезут в подсознание людей молиться это значит молиться это значит верить наступать на змей на скорпионов на всю вражью силу это значит действовать и и быть уверенным что бог за тебя поэтому вера в бога это не просто слова песни танцы крики в небесах да что ожидаешь верой ты осуществляешь и невидимая в жизнь веры воплощаешь аллилуйя я хочу вам зачитать некоторые места из книги последние будут первыми там есть такая глава как не лишиться благодати божьей и вот это вот местописание старайтесь иметь мир со всеми и святость без которой никто не увидит господа основа того как не лишиться благодати мир и святость это первые камни в основании благословенные жизни правильное отношение с людьми которые можно назвать мир со всеми это условие чтобы видеть бога в своей жизни и иметь мир это зависит от нас и это наш выбор и проблема не в окружающих не так сказали не так посмотрели нет ты не понимаешь как он себя ведет а я и не хочу понимать потому что у меня дома тоже были очень хорошие ситуации очень хорошее свидетельство наших постарей когда ты и и ты и твой муж вместе в церкви это очень выгодно и удобно когда кому-то кукушка приходит 2 бежит пастору это следующее описание возлюби ближнего твоего марка 1231 как самого себя иной больший стих заповедей нет и следующий момент это святость святость это любовь к богу и если ты если я не поверю богу я никогда ему угождать не буду никогда если ты перестаешь иметь любовь к святому ты теряешь отношения с богом поэтому чистота и святость мир со всеми это есть условия для того чтобы иметь благодать божью и вот я вернусь к тому моменту когда на я говорила о киллере которые хотели на хотел меня убить я поняла что нужно простить его и молиться и каждый раз когда приходила мысль в мою голову какой он жестокий человек и демил еще приносит новости как он с тем поступил жестоко как он с тем поступил жестоко как он с тем поступил жестоко ты думаешь как мне заговорить с ним начинаешь молиться если у тебя есть внутри вера вера это не просто слова это действие и молитва она имеет мощнейшую же силу мощнейшие тогда когда небо оно приходит в движение и бог реагирует и я говорила господь там где он есть прикоснись к его сердцу и ты на расстоянии с этим человеком но приходит момент когда бог говорит иди навстречу а мысли знаете что говорят когда-то тебя били мужчина тебя там бил сделал сотрясение тебе когда того киллера нанимали когда-то он он с такой жестокий человек но бог говорит я за тебя что мы делаем со своими врагами мы их ненавидим мы можем осуждать их мы можем проклинать мы можем злосовать мы можем с кем-то поговорить но это и есть самое страшное если мы будем читать дальше наблюдайте чтобы кто не лишился благодати божьей чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие чтобы не было между вами какого блудника или нечистивца который бы как и сав за одну снеть отказался от своего первородства потеря благодати это самое страшное что может произойти для христианина бессмысленно отбивать порог церкви если в своей жизни нет благодати если ты нерожденный свыше человек если ты ничего не делаешь со своей с этой верой и не применяешь ее в жизни если ты не даешь место богу действовать в твоей жизни если бог сказал что нужно прощать значит нужно прощать если бог сказал нужно молиться значит нужно молиться нужно применять это двигаться и вы знаете пришел пришел момент когда бог он сказал когда что нужно поехать к этому человеку и и поговорить встретиться с ним лицом к лицу, а я поехала, и я встретила, здравствуй, Саша, как у тебя дела, давай пожарим шашлык, мы столько лет с тобой не виделись, он был в шоке, ты будешь вспоминать какие-то прошлые разногласия, или ты принесешь свет, мир, радость, и вы знаете, мы сейчас можем общаться, сидеть за одним столом и жарить шашлык, этот человек, он смотрит и говорит, вы станете какие-то другие, вы какие-то другие, свет он светит, и не важно, кто перед тобой, человек ненавистный, человек амбициозный, человек, Бог, он силен менять сердца, Бог силен менять обстановку твоей жизни, менять обстоятельства твоей жизни, и как мы в прошлый раз говорили, ты можешь быть выше этих обстоятельств, потому что ты, не обстоятельства рулят тобою, но ты рулишь своей жизнью, рули по жизни, Бог обогатил нас всяким духовным благословением, и трагично, что многие дети Божьи не знают, что они имеют, это очень трагично, грех закрывает глаза, мы говорим сейчас о святости, грех закрывает глаза, и ты не видишь свои благословения, ты не знаешь, что твое, поэтому победить дьявола, это значит победить грех, победить дьявола, значит привести грешника к покаянию, я хочу, чтобы каждый из нас постоянно молился, вы знаете, свидетельство серьезных служителей, серьезных служителей с огромным стажем своего служения по 15-20 лет, они говорили, что мы начинали молиться вот этими двумя молитвами о себе, которые я сейчас вам дам, и только, говорит, через полгода я начал смотреть совсем другими глазами, и думаю, как меня еще пастырь церкви не выгнал за мои проповеди, которые я когда-то проповедовал, они были настолько пустые. Послание Ефесянам, 1 глава, 16 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И дальше начинается молитва, и я призываю вам читать эту молитву каждый день и относить ее к себе. Молитва, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал мне Духа Премудрости и откровения к познанию его, и просветил мои глаза, моего сердца, чтобы мне понять, в чем состоит надежда, призвание, куда мне идти, куда двигаться, чтобы мне слышать от пастыря моего, куда ты меня, Господь, направляешь, чтобы мне понять, какое богатство славного наследия для святых. И дьявол знает, что если ты поймешь, то ты тогда будешь побеждать, то ты тогда будешь наступать, то твоя жизнь, она изменится, и ты тогда огонь в тебе будет, внутри огонь Духа Святого, который будет освобождать тысячи людей. Ты сам будешь свободный, ты будешь освобождать тысячи людей. Вот почему наши апостолы, они призывают нас смотреть ролики, и чтобы мы начали понимать так, как они понимают, начали слышать так, как они слышат голос Духа Святого. Молитесь об этих вещах каждый день, чтобы Бог дал мне познание истины, чтобы мне понять, куда мне идти, чтобы мне понять, что ты, Бог, приготовил для меня. Ефесянам 3 глава. Также хочу еще вам одну молитву показать. 14 стих. Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст мне по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Своим Святым во внутреннем моем человеке. Пускай, Господи, вера, она вселится Слову Божию в сердце мое, чтобы мне укорениться, чтобы мне утвердиться в любви. В чем нужно утвердиться? Утвердиться в любви. Чтобы мне постигнуть со всеми святыми, что широта, что долгота, что глубина, высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову. Благословляю. Пускай придет свобода. И каждый угнанный в этот хаос и суету, он будет освобожден. Я благословляю тебя, брат, сестра. Если ты еще не пишешь, ты слишком занятой, ты должен понять, что праведник успеет везде. Праведник успеет везде. Я тоже работаю. У меня работа такая 24 часа в сутки. Очень напряженная. И не дай Бог мне отключиться хотя бы на мгновение. Это может быть просто. И без Духа Святого невозможно держаться на плаву. Я говорю вам реально, депрессия, уныние, разочарование, пустота внутренняя приходит только лишь из-за того, что кровь Иисуса, она не проникает. Поэтому увидь дьявола, разберись с ним. Бог дал тебе власть. Наступи на суету, на хаос. Он хочет тебя отделить, чтобы ты не познал, что Бог приготовил для тебя, чтобы ты не дошел, чтобы ты устал, разочаровался, но уже начал злиться и раздражаться, потому что не имеешь. А почему не имеешь? Потому что ты хотел для Себы, а Бога двигал. Но Бог, я сам, вот я села, вот я вот. Знаете, что я сделала? Я сказала, Господь, я сдаюсь. Вот ты сказал, все, все. Я вижу, что без тебя я никто, никто. Бог обогатил нас всяким духовным благословением. И трагично, что многие дети Божьи, они не знают, что Бог приготовил для них. А мы богатые. У нас есть сила, у нас есть власть, у нас есть исцеление. У нас есть радость неподкупная, которую нельзя купить. Ее невозможно купить. У нас есть эмоции, которые тоже нельзя купить. Счастье, покой. Ее должна проходить мимо нас. Жизнь должна быть внутри нас. Во имя Иисуса. Бог сказал, Бог выложил. А если у тебя этого нету, найди червя, который подтачивает, чтобы расточалось это помазание, который расточает твою жизнь, который подгрызает и утекает жизнь. Что это? Имейте мир со всеми. И святость, без которой никто не увидит Господа. И весь народ сказал, Аминь. Аминь. Аминь.